Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Ну, как мне кажется, то, о чём вы говорите, именно вопрос принятия себя, своего внешнего вида, в данном случае базируется на тех проблемах, которые у вас были, когда вы, как говорите, боролись с лишним весом, ну, просто потому что борьба с лишним весом была большой ошибкой, в том смысле, что большой вес, если это не физиологические основания, как то нарушение обмена веществ или гормоны, не появляется просто так. Проблема с весом, будь то похудение или будь то, наоборот, увеличение веса, это всегда вследствие психологических проблем. В частности, уменьшение веса означает серьёзные нервные переживания и стрессы, а увеличение веса означает необходимость в защите, в отторжении себя людей и, например, потребности в любви, да, которая вот, собственно, ну, это потребность, она есть, она присутствует. Вот. А, соответственно, как бы корень этой проблемы по-прежнему есть, то есть, я, конечно, не очень понимаю, актуальна ли сейчас у вас схема веса, в принципе, или нет. Об этом вы не говорите, вы говорите об определённых последствиях только. Но, совершенно очевидно, что у комплекса у вас, как были, так и остаются, даже как и остаются первопричины наличия проблем с весом. Опять же, если мы говорим, говорим о психогенных, как бы, основаниях, если не брать в расчёт физиологических. Если мы не берём в расчёт физиологическую историю, ну, в таком случае тут немножко всё по-другому. Вот. Поэтому, мне кажется, что начинать нужно с того, что для вас актуально, и понятно, что всё взаимосвязано, наверное, с собой, но... Когда вы говорите, что мне делать, что мне делать, как принять, то это вопрос, наверное, в принципе, являющийся... Некорректными, потому как... У вас своя история, у вас свой индивидуальный опыт, в конце концов, вы личность, и... Мне кажется, что вопрос, как, вопрос, что делать, решается, как бы, вами индивидуально, в процессе, в процессе, в том числе психотерапии. Но одним из ключевых моментов является то, что до недавнего времени у вас на первом месте был собственный ответ, с которым вы боролись. А теперь у вас отношения, где вы не можете принять себя, и, соответственно, вам сложно взаимодействовать с своим партнёром. Ну, как-то это всё несколько локально. То есть, я улавливаю здесь некоторую связь между этими двумя аспектами. Возможную связь улавливаю, не на 100%. Вот, возможную связь я улавливаю. Ну, как-то всё это локально. То есть, в плане того числа. Ну, вот, помимо веса, помимо вашего внешнего вида, помимо отношений, собственно, есть ли что-то ещё в вашей жизни. Ведь здесь и в борьбе с весом, и в непринятии внешнего вида, и в проблемах во взаимодействии с партнёром, чувствуется ваш ориентир вовне. Но нет никакого проявления вашего внутреннего мира, вашего внутреннего ядра, скажем так, внутреннего полюса этого не чувствуется. И мне кажется, что качели могли быть вызваны подобной историей. Непринятие себя могло быть вызвано подобной историей. Проблемы с молодым человеком, ну, потенциальные проблемы с молодым человеком, могут быть вызваны этой историей. В частности, отношения с молодым человеком могут иметь, на самом деле, проблемы именно в силу отсутствия глубины и зрелости в них. То есть, если ваши отношения базируются только на внешнем виде, если ваши отношения базируются только на гендерных основаниях, то, естественно, проблемы будут, потому что как бы там, условно говоря, кроме, собственно, гендерных, ну, гендерных предпосылок, да, вот, там больше-то и нет ничего. А это вот довольно обесценивающе, как мне кажется, ну, просто вот по отношению к вам, даже по отношению к вам это обесценивающе, как мне кажется, вот. Поэтому, собственно, идея моя, она вот в том исключается, пожалуй, что нужно наращивать определенную глубину, нужно наращивать определенную, ну, определенную личностную мощность, вот, а пока что этого я не вижу. И ваш страх, он обусловлен тем, что вы отношений хотите, это нормально, что вы хотите отношений, но, как мне кажется, как мне кажется, но слишком, таких вот, знаете, в небольшом количестве оснований. Вот. А пока не очень мало для отношений. У вас. И ваш страх, таким образом, вполне осознан. Обоснован, точнее, простите. Вполне обоснован, потому что, извините, но, такие отношения действительно очень хрупкие. Они, правда, очень хрупкие. Они действительно очень хрупкие, такие отношения. Вот. Потому что, потому что, в них очень мало, личностей, в них очень мало, вот, ну, такой, зрелости, в них очень мало личностной активности. Вот. И мне кажется, что это, собственно, и дает вам все основания для страха, все основания для переживаний, все основания для того, чтобы бояться. Вот. И бояться, к сожалению, ну, вот, как мне кажется, вполне, ну, вполне уместно, что ли. Вот. То есть, таким образом, я говорю вам о том, что вы много внимания обращаете на внешнюю историю, много внимания обращаете на внутренний свой мир. Я предполагаю, что единственное, чем вы можете, как бы, ну, себя определить, это вот история про свой внешний вид. Единственное, чем вы можете себя определить, это история про идеальное тело, идеальную фигуру и так далее. Вот. Ну, мне кажется, что дальше, с учетом этого, вы все равно можете и будете, скорее всего, себя, ну, так или иначе, за что-то говорить. Вы будете себя, так или иначе, за что-то, о-о-о-о, в чем-то сомневаться, вот. Потому что снова и снова, снова и снова будут какие-то рамки, вот, которые вы себе будете ставить снова и снова будут какие-то условия, которые вы будете себе ставить. Потому что внутри вас есть, эм, довольно серьезная, эм, так, эм, такая, эм, оценивающая история. Внутри вас есть, э, довольно, э, серьезная, эм, оценивающая и, как мне кажется, уничтожающая вас, э, интенция. Вот. Которая является проектом, наверное, от того, что внешний вид является, э, самым важным, что, если у тебя, там, э, ну, если у тебя внешнего вида нет, а, если ты не красив, то, вот, соответственно, ты никто и ничто. Да, понятно, что, э, ну, понятно, что это не так. Вот. И, как бы, э, воле-не-воле, соответственно, назревает, э, вопрос относительно того, э, э, вот, какие, э, у вас, э, будут, приоритеты, да? А, э, э, ну, а чтобы направить свои ресурсы. Вот. И, э, действительно ли, э, э, важные вещи, э, вами, э, ну, будут, э, э, ну, как-то, вот, реализованы. Что ли? Да? Вот. Вот. А вот, наверное, э, э, какой-то, э, такой ответ я хотел бы вам, э, э, сейчас предложить. Вот. Какой-то, наверное, такой ответ хотел бы я вам, э, 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 сейчас дать. Вот. Вот. И, соответственно, э, 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 в силу того, что проблематика, да, проблематика, э, э, такая достаточно, э, э, обширная, скажем так, у вас. Я бы сказал, что, э, конечно, э, одним ответом, э, э, ее никак, никак, никак не решить. Вот. А, здесь нужно, нужно регулярное общение с вами, регулярная помощь вам. Вот. А, чтобы, ну, вот, чтобы реально иметь возможность вам помочь. Вот. А, здесь, опять же, неясно, готовы ли вы к этому, да, да, хотите ли вы этого, э, и так далее. А, тут, как бы, вот, э, такой, такой момент, еще, э, имеет место быть. Вот. Вот, наверное, э, то, как я, э, э, ответил бы вам на вопрос, который вы задаете. Э, э, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, вы, э, э, сделаете для себя, э, выводы. Надеюсь, что вы, э, э, дадите, э, обратную, э, связь на мой ответ. Это могло бы, э, служить вам, э, э, началом, э, работы над собой, э, началом, э, э, психотерапии вашей, вот, и началом тех изменений, которые подводят вам, э, жить, э, и быть счастливой. Вот. Э, э, как-то, наверное, так. Вот. Э, э, удачи вам. Всего самого доброго. Э, 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 эх, э, 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 э. э э, э, э 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